всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале новый месяц начинаем с расклада в формате руки карты сегодня мы с вами посмотрим расклад на тему помощь духов на нашем пути вот я не знаю какие вопросы я буду задавать все пойдет в потоке как пойдет так пойдет я приготовила колоды они позиции выбирайте это значит первая колода будет первая позиция это таро приведений вторая колода позиция и 2 эпическая таро те и третья колода и третья позиция это таро шаманов выбирайте определяйтесь вот а мы следующие с вами наверное два-три расклада я буду проводить вот в таком формате вот кто привык меня видеть немножечко поскучает хорошо надеюсь вы определились от отбегаем так сторонку суда не отодвинуть эти карты позиции краски они будут не обозначать границы а мы с вами так секундочку камеру поставлю лучше приступим так позиция номер один первая колода таро приведений у нас расклад значит помощь духов на вашем пути что мы посмотрим сначала давайте я смотрю какие духи какие силы скорее всего вам сейчас помогают сопутствует вам помогают королева жеслов силы сил огня силы действий энергии связанные с жизнью с амбициями здесь знаете очень такая интересная энергия активная активная но при этом она такая заигрывающая очень опасная опасная в плане того что она кажется мягкая и кажется такая знаете добрая вот но стоит раздразнить это дух дали бы как-то задеть можно очень неприятно удивиться от мощи вот этой силы то есть это как огонь да когда мы говорим с огнем шутки плохи то есть казалось бы на первый момент на первый взгляд огонь он согревает да но из огня может из либо из маленькой искры может воспламениться лес и появится пожар то есть тогда будет большая опасность здесь очень важно с уважением до бесстрашно но с уважением относиться к этой силе то есть ее бояться не нужно но отнестись надо к ней с уважением здесь силы и мужского и женского пола если так можно сказать здесь нету вот какого-то одного гендерного данной гендерной принадлежности да вот если все-таки был бы пол но здесь вот такая знаете хорошая здесь не детская энергия здесь не такая зрелая она и не старая не 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 очень древние духи прям знаете но они как будто бы знаете духе солнца хочется сказать силы солнца которые могут обжечь могут сжечь либо могут согреть либо осветить путь эти силы направлены на развитие эти силы направленные на продвижение так хорошо что они хотят вам сказать тройка педаклей здесь вы как будто бы совместно с этими силами начинаете сейчас взаимодействовать и что-то новое отстраивать в своей жизни причем здесь как-то может быть затрат затронут сложно как-то знаете вот коряво идет поток хороший а как будто вы знаете вот говорят на каком-то древнем языке и он какой-то гортанный и какой-то обрывистый и корявый и у меня получается не неровная речь а вот какая-то прерывистая здесь речь идет о материи а финансов и профессиональной в вашей сфере здесь речь идет о том что вам показывают как надо по-другому работать в она показывает как надо по-другому взаимодействовать с материи это абсолютно противоположный формат того в котором вы сейчас взаимодействуете не так надо по-другому вы как-то знаете бережно что ли не то чтобы бережно к деньгам а то есть а вы как-то вот бережно к себе сохраняете себя лишний раз не рискуете лишний раз как-то вот знаете себя ограничиваете в чем-то здесь не хватает дерзости какой-то знаете такой наглости с хорошей точкой зрения в плане смелости в плане храбрости вот здесь таких энергий вам не хватает а вы слишком так знаете мягко заботливо бережливо здесь энергии того что для того чтобы выжил вид к примеру до либо какая-то раса можно пожертвовать чем-то одним то есть во избежание например большой популяции чего-то там я не знаю например волков можно пожертвовать одной какой-то веткой там не знаю например арктической волчицы пускай это ветви умрет но зато сохраняться многие другие вот здесь что-то такое а вы как будто бы хотите чтобы все было а все не получается потому что в движении в прорыве в развитии всегда чего-то лишаешься во имя чего-то другого а вы хотите сохранить все вы как будто бы хотите сохранить и свою стабильность и какую-то мягкость но здесь вам говорят о том что туда в новое куда вы войдете вы должны быть более уверенными более дерзкими более резкими более как-то знаете немножко хамоватыми если так можно сказать наглыми потому что вот энергия она такая она резкая понимаете она не это не лава это вот прям как я не знаю здесь даже не про гибкость не про жидкую не про жидкий огонь а здесь он прям какой-то колюще режущий о чем еще вам здесь говорят духе ну вот как раз таки луна и выпало еще секунду здесь знаете о чем идет речь просто здесь вообще не совсем традиционная луна здесь мне идет здесь как будто вы знаете энергия идет с вашим теневым аспектом вы как будто бы должны сотрудничать сотрудничать со своей темной стороной не бояться ее не избегать не договариваться а вот именно сотрудничество знаете вот дать какую-то силу своей тем своему темному аспекту вот вы как будто бы сообща должны идти а вы выбираете только светлую сторону а вам говорят не надо избегать темную идти только темной стороной а надо как-то вот эту вот тень поставить вам на на службу понимаете здесь речь идет о том что не надо бояться и вот силы и духи здесь такие же то есть не надо бояться силы надо научиться управлять ею не не возвышаться относиться с уважением но и при этом не быть в позиции раболепия то есть здесь нужно починить а подчинение всегда приходит сильному но не в плане подавления при помощи страха запугивания а при помощи знаете как не то чтобы заставить уважать а сделать так чтобы эта сила уважала вас вот здесь про темный аспект про это идет а вы слишком мягкие боитесь избегаете своей тени а эта тень она как будто бы хочет вам служить но она никогда не будет служить какому-то невеже до либо слабо слабому человеку тень будет служить силе она подчиняется силе вот вам нужно стать этим сильным человеком это то что вам сейчас поэтому и вот эта вот энергия я говорю о некой такой знаете дерзости хамстве но опять-таки поймите правильно они вот это вот хаства в нем есть наглость а наглость это самоуверенность это не своего рода сила вот про такую силу я говорю когда опять-таки не подавляем кого-то другого и не подчиняем а умеем совладать с этим вот теневой аспект он не любит он слабины они любят уязвимости если бы мы говорили о магии да с точки зрения магов магии не допускается заниматься человеку который не изучил свои теневые аспекты и не подчинил их себе потому что теневой аспект и демоническое проявление демоны архидемоны все они служат только силе они ей подчиняются и тогда это будет во благо вот здесь пока такое повествование идет каким образом вам помогают сейчас ваши духи вот они вас ведут видите в шестерку мечей но здесь вот опять-таки если присмотреться к этому аркана мы видим здесь как будто бы дух до привидения ведет а девушка как-то наклонила голову да и вот как-то в пассивности в такой знаете грусти вот куда меня выведет туда выведет сейчас такой этап когда вы активно себя не проявляете здесь ощущение того что есть вот вас взяли за ручку и какой-то этап вас просто ведут должны провести потому что вы пока еще не видите сами своего пути поэтому сейчас это от того когда вас взяли за ручку вас просто переносит как говорится на руках несут из точки а в точку б это вот мне показывает как некое такое болото чтобы в этом болоте не застряли потому что у вас есть это такая черта и вас как будто бы через болото проводник переводит вам нужно просто идти либо вот туда куда вас ведут до ступать прям вот след след чтобы нигде-то нигде не провалиться в этом болоте чтобы вас не засосало какой-то период поэтому вам кажется сейчас что вы находитесь в некой такой пассивности но вот эта вот видимая пассивность это активность для духов которые вас переводят из точки а в точку б что потом вот видите четверка мечей да и выпадает бездействие то есть сейчас вам дали условно говоря передышку но при вашей видимой при вашем видимом бездействие вашей передышки у духов усилы очень идет активная работа вы это не видите поэтому сейчас вы отдыхаете наполняетесь силами но не просто наполняете силами а вы должны выстроить связь именно с высшими силами с здесь канал надо выстроить то есть вам дано время на то чтобы знаете вот как медитировать до найти связь самим собой с высшим я вот для этого дается сейчас период то есть не просто чтобы вы отдыхали и вот вас куда-то ведут нет здесь как будто бы знаете вот вам выстраивают телефонную линию да там вашем районе и вот пока вот это вот линия выстраивается для того чтобы в дальнейшем вы могли там пользоваться вайфаем интернетом не знаю чем вот пока на этот период вам говорят вот осваивай дома как работает эта линия вот вы как будто бы изучаете на какие кнопки вам нужно нажимать там да например какие я не знаю связи есть во что-то дома вы сидите как будто бы да изучаете а в дальнейшем когда вот это вот вся сеть телефонные там интернета не знаю что она ладится потом вы будете уже самостоятельно то есть вы как будто бы в минику в макрокосмосе идут какие-то процессы вы сейчас не видите а потому вот это вот мини космосе да то есть внутренним вашим вам просто будет масштабироваться то что сейчас чем вы занят поэтому вам кажется что сейчас ничего не происходит на самом деле вам это время нужно направить больше на созидание на понимание себя и на даже не на размышление и анализ она восстановление связи самим собой с высшими силами то есть вот как телефон поставили на зарядку вот и ну в принципе кажется ничего не происходит зарядка то идет вот у вас сейчас нечто такое что хотят эти силы от вас сейчас на данном этапе у вас смотрите семерка педакли да в принципе ничего не происходит что они хотят ничего чтобы было сейчас просто расслабленными были во первых во вторых чтобы не мешали тому процессу который происходит своими сомнениями неуверенности вот этого спешкой то есть уберите это все не мешайте не препятствуйте то есть пока вы сами не действуете не мешаете высшим силам работать во благо вам один момент и второе здесь говорится о том что пока эти процессы идут ваша ваша задача как можно больше наполнится сил и энергии потому что знаете это как кто-то пошел в разведку а вы сидите ждете дату информацию которую вам должны привести с разведки для того что потом ринуться в бой вот когда вы подвинетесь бой вас должны быть силы поэтому вам сейчас эти силы нужно наполнить до вас ну вас восполнить вот так скажу не дают мне покоя здесь какой-то язык я не знаю на кэк какая-то вот буква к корявыш такой киргизы казахи что такое не знаю не могу понять и горы мне показывают какие-то кочевники какая-то сила связанная с кочевниками степи степи показывают ладно не знаю для чего эта информация была хорошо а что вам нужно делать сейчас вот личного король и джезла да здесь вам нужно наполняться светом то что я уже и говорила наполняться светом заниматься именно саморазвитием духовным развитием да то есть не активность здесь как таковое мы проявляем в плане знаний в плане связи с высшими силами и наполнением себя света в контексте позитива здесь необходимо вот просто быть все время на высоких вибрациях здесь какое-то высокое напряжение у вас знаете может быть даже сейчас и давление подниматься может быть температура подниматься не пугайтесь здесь вот это вот ощущение того что вы как-то со настраиваетесь с энергием здесь как знаете давление в электричестве бывает до лампочка начинает мигать потому что ну давление поднимается вот здесь вот у меня что-то такое вас как будто бы со настраивают здесь как какая-то как бы так сказать высоковольтная линия да мне идет и вот вас к ней подключили вы должны адаптироваться к к ее энергиям к ее силам для того чтобы как-то потом по-новому работать вот здесь какие-то подготовительные моменты идут вот такой был меня этот расклад и первая позиция вот здесь пока не переживайте если у вас ничего не происходит я объяснила почему и что так это первая колода вторая колода какая у нас была эпическая таро да если я не ошибаюсь если ошиблась то кто загадывал эту колоду смотрим что здесь за силы пришли тройка кубка здесь пришли нимфы здесь пришли здесь девушки здесь женская энергия здесь пришли вот какие-то узнаете как феи что ли женская сила воды с рек силы связанные здесь прямо знаете такое большое количество девушек женщин маленьких детей мужчин здесь я не вижу вот какая-то такая сила прям ветерком подула прохладника холодная водичка вот оживляющая что ли вот живая вода силы связанные с водой причем это вот какой-то как источник это не вода такая теплая как в море например а это скорее всего как родники либо горные речки вот такая вода если это озеро то горное озеро потому что холодная вода здесь даже как в океанах такая знаете вот леденящие но при этом вот этот вот холод он бодрящий здесь также пришли силы более древних цивилизаций некоторых из которых уже давно давно нету ну то есть они как будто бы когда-то жили почему-то мне идет силы племен которые занимались вуду да то есть вот эгрегор такой силы тоже идет так хорошо для чего они пришли здесь идет передача какой-то новой информации для вас связанная с чем связанная с пятеркой сфер вам как будто бы не хватает здесь знаете какой-то уверенности в себе и вот эти силы они как будто бы дают вам информацию о том как стать более более спокойны знаете как то здесь идет взаимодействие с вашей душой в плане плане того обучения да как вот научиться быть более спокойной более как-то центрированный на самом себе не распыляться здесь что-то такое знаете вот хрустально прозрачная металлическая вот как ртуть нам что-то как ртуть мне показывается вы должны быть холодными для того чтобы как-то управлять своими эмоциями чтобы быть уверенным в себе здесь вам нужно быть это холоднокровным почему-то показывают я не знаю почему хорошо что еще они хотят вам сказать здесь вот вы работаете как раз таки с критикой с пониманием себя и здесь идут сценарии связанные как-то со словом самовыражением возможно но если это самовыражение то только через творчество через творчество и то есть это может быть искусство и это ну как рисование либо это может быть как-то связано с голосом с голосовыми связками то есть если здесь кто-то поет поет но почему-то например там оперу либо что-то что требуется очень высоких октав то есть на высоких тонах поется здесь не бас не низкие тона здесь вот какие-то очень высокие тона либо если там есть на практике проводите вот чаши поющие чаши вот у них такая вибрация есть какой-то вот гулкой такое заглушенная а здесь у вас высокая то есть здесь как будто бы именно как проявление себя на более высоких вибрациях идет и вот это вот уверенность вас она здесь вас как будто бы духе обучают проявлять себя не боятся не боятся самовыражения не боятся говорить что-то не боятся взаимодействовать как-то вот знаете говорить о том что вы видите тонкий план возможно либо вот какие-то причем не показывают что это отклонение для кого-то а для вас это естественное ну то есть своя природа сейчас как будто бы вы обучаетесь разрешать себе больше не в плане желаний а в плане какой-то вот что-то что-то вас скрыто было в себе вы сейчас про это говорите меньше переживаете об осуждениях критики какой-то хорошо что сейчас духе делаю для вас вот они отрезают отрезают убирают либо вскрывают вашей жизни то что нужно освежить это может быть как ваши мысли либо могут быть какие-то ситуации то есть если сейчас идут какие-то конфликтные ситуации то что вы как будто бы как-то не переваривали что ли либо как-то в горло в коме горло в коме ком горле стоял да вот здесь как будто бы идет вот вскрытие каких-то моментах для того чтобы что-то прояснилось и очистилась вот у вас сейчас идет сила помогает вам очистить отсюда и вода то есть у нас две стихии в принципе очищающие это огонь и вода вот здесь вот вода сейчас очищает вымывает что вам нужно сделать сейчас чтобы силы хотели чтобы вы сделали определились здесь вам как будто бы надо периодически для себя корректировать свой путь путем определения здесь как-то знаете через баланс вот когда стоишь на веревке и акробаты да и они будут держат баланс они понимают они делают один шаг и вот это вот палка и не знаю как она называется который у них в руках для баланса вот в цирке иногда такое бывает показываю до акробатов каждый шаг который делается вперед он коррелируется именно вот этой палкой которые держат они в руке для баланса и вот вам важно двигаться вперед и постоянно коррелировать свое движение сейчас вы как будто бы понимаете себя вот именно целостность картины да это аркан суда где вот если вы посмотрите опять-таки да мы про музыку говорили вот здесь значит архангел он играет один общий такой замысел так скажем всех людей поэтому такой мощный до в плане материала сделанные из камня здесь мужчина женщина и ребенок каждый играет на своем инструменте да и при этом мы понимаем что вместе у нас идет такая гармония то есть понимание что у каждого есть свои задачи при этом мы все взаимосвязаны и сонастроены с чем-то высшим и вот здесь у вас как раз таки сейчас приходит понимание во-первых нахождение себя в этом мире ну то есть свое место что вы должны делать и при этом вы уже как-то не воспринимаете в штуки других людей в силу того что у них какой-то другой опыта и вот это вот приносит какой-то баланс и гармония здесь здесь ощущение того что знаете вас как-то выравнивают я не могу понять здесь ощущение того что ваше тело одно разбалансировано да ну то есть это может высказываться и выражаться в здоровье а так вообще такое ощущение что вот каждый орган он вибрирует как будто бы свои но поет свою мелодию вот для того чтобы мелодия вашего организма была гармонична надо сонастроить каждый инструмент то есть пианино помимо того что она пианино она может еще и раз гармонизироваться до либо там гитара и надо периодически настраивать инструменты как бы вы ни играли да вот здесь вот такое ощущение что вас сейчас весь ваш организм каждый орган он должен сонастроиться на что-то более высокое вот здесь идет вот это вот сонастройка вы как будто бы ощущаете себя сейчас на данный момент немножко разбалансированными не не понимание что происходит физическом плане это может выражаться так что как-то вот вы одновременно хотите быть в разных местах то есть и туда сходить и сюда сходить либо такое ощущение что вот знаете иногда как дрожь по телу да вот как-то хочется встряхнуть руки вот такое тоже есть не потягиваться вот как будто бы знаете вот встряхнуть что-то с рукой причем непроизвольно и как-то вот перетряхнула да мы говорим вот что-то такое есть это как будто бы ну вот там может быть попрыгать как кому-то хочется да такое либо вы практикуете там практике поднимаетесь на носочки потом резко на пятки до становитесь то есть такая вот стряска здесь ощущение того что вот надо сам настроиться поэтому я сказала поющих чаш что вот как-то сонастраиваете мы себя вот здесь про это через это со нас через эту сонастройку одновременно идет и очищение если вы видели где-нибудь в ютюбе есть ролик где такая плоская поверхность круглая на нее то ли магнит то ли соль то ли песок что-то кладут в общем не помню что за материал давно смотрела этот ролик и начинают либо там музыку какую-то громкую ставит либо не знаю может быть поющие чаши вот но вот вот эти вот вибрации от музыки они как раз таки вот этот сахар либо что там песок либо стружка металлическая не знаю она начинает двигаться по поверхности и принимает какую такую определенную форму вот мне здесь показывают что-то такое то есть какая-то площадь и вас и настраивают под какие-то более высокие вибрации вот здесь так это была вторая позиция и мы с вами плавненько плавненько переходим к 3 колоде таро шаманов и посмотрим какие духи пришли сюда что за духи две карты почему-то мне хочется взять здесь духи ветра причем сила как-то вот ментала сила ментала энергии силы которые взаимодействуют именно с вашим разумом с вашим интеллектом здесь как-то задействован влияя задействовано влияние на ментальный план не напрямую с вами физическом мире а вот как-то на ментальный план это может даже как-то какое-то воздействие быть либо во время сна либо во время каких-то ваших практик там где есть видоизмененное состояние вы это сможете ощутить причем это ощущение она знаете она то вашу жар бросает а там я не знаю в холод но здесь вот как-то именно влияние идет на на ваши мысли на ваш ну там аж как-то ментал но это не напрямую какое-то воздействие идет здесь вот силой именно вам знаете как-то не на душу а именно на на разум на ум скорее всего идет какое-то влияние вот как будто бы вливают новую силу и разворачивает вас на какой-то вот другой путь путь познания себя да вот как-то к это новый духовный этап да здесь идет исцеление таким образом знаете как будто бы исцеление ваших прошлых моментов вот поиска себя вы как будто бы долго ищите ищите и не можете найти и вот здесь как будто бы вас разворачивают сейчас путем изменения ваших убеждений в какой-то другое русло знаете как будто бы какие-то убеждения стирают и и новые идеи вам не дают новое убеждение вам дают новые идеи в сторону которых вам нужно будет посмотреть и таким образом вас медленно медленно какой-то вот такой знаете тяжелый скрипучий металлический звук как какой-то робот что ли вот этой вот системы с огромными шестеренками вот она разворачивается так нехотя такой скрип не очень приятные и металлический вот вас как будто бы разворачивает в другое русло да то есть туда куда вы так идете знаете так нехотя это вот как я не знаю какой-то трактор что ли старый скрипучий вот он неохотой разворачивается но при этом вот в этом повороте вас как раз и одновременно стирает ваши какие-то убеждения которые вам уже не нужны вы вы они не знаете вы как можете это понять иногда вы не можете вспомнить что-то не можете вспомнить какую-то мысль которая вот на и знали бы какая-то привычка которая вас была раньше и был период когда вы хотели от нее отказаться и не могли а теперь она как будто бы саму собой это прошло вы об этом как будто не смогу не знаю там например кто-то ногти до грыз вот и потом вы вдруг словили себя на мысль о том что я чет перестал ногти грызть то есть вот как как что-то такое вот ну примерно здесь идет стирание памяти воздействие на память здесь вы забываете то что вам уже как будто бы не нужно вы даже забываете так интересные имена тех людей с которыми очень плотно взаимодействовали знаете так вам так странно иногда кажется что блин там я не знаю как я мог забыть имя этого человека я там например я не знаю общаясь 10 лет или например ходите в один и тот же магазин и знали там имя продавщицы и вот зашли что-то хотите к ней либо к нему обратиться к ней скорее всего обратиться по имени попросить там есть на хлеб еще что-то и вдруг неожиданно ставили себя на мысль о том что блин что-то я забыла как же зовут то есть вот иногда могут быть такие моменты ощущения как провал в памяти вот это вот как разки будет показатель того что идет зачистка вашем ментале хорошо что что хотят силы от вас что хотят эти силы от вас сейчас чтобы вы смотрели шире чтобы вы не фокусировались вот только на каких-то вот таких бусин как видите он здесь сидит собирает эти бусы смотрят очень внимательно причем такие вот большие кристаллы и он пропускает то здесь вы надо смотреть здесь не зашоренность а здесь как будто бы надо развернуть вот я говорил от вас разворачивает развернуть вас вот свое внимание с с того на чем фокусированы на внешне какой-то мир то есть также и здесь человек если видите на сердце он там заморачивается своей болью а при этом то что он хочет она уже реализовалась и она за ним ему нужно только развернуться здесь вот что-то такое идет заметить что вам нужно заметить солнце новое начинание новое начинание которые уже свершились здесь идет видите шаманский танец поклонение солнцу и орел как олицетворение духа материи первой материи источника всего вот вам нужно акцент сделать больше на как-то на рассвет почему у меня третья позиция идет все время почему-то рассвет вот 45 часов не знаю что у вас там происходит утром 45 часов чем вы занимаетесь вот вот как раз таки на восход на восход солнца не знаю то ли вам нужно выходить и чтобы смотреть на это солнце на восход то есть знаете как как будто какой-то ритуал на зарождение то есть на проявление того что да я услышал да я готов к чему-то нового здесь вот как будто бы 5 4 5 часов утра когда солнце только начинает восходить знаете как некий такой ритуал согласия на рождение чего-то нового причем это должен быть восток на востоке почему-то вам нужно быть голову знаю может быть кровать поставить изголовье на восток не могу понять чем это связана информация на 10 не горит восток может быть вам нужно съездить я не знаю куда-нибудь там японию вы хотели поехать на восток не на не средняя азия а вот именно там я не знаю корея вот куда-то туда китай и япония вот что-то такое связанное с драконами да вот солнце туда вам нужно обратить не может быть вам эту культуру нужно изучить может быть этот язык может быть какие-то понятия может быть вот что-то связано с этим туда разверните свой взор не на запад а вот именно на на восход на восток туда что еще от вас хотят шут ну вот обновление здесь нужно здесь нужно убрать какие-то страхи знаете и совершить хочется сказать какую-то нелепость хочешь сказать дурость но не глупость как бы вам донести эту информацию поймете неправильно то здесь не про то что нужно как-то рискнуть и пойти вложить свои деньги в биткойны да и это проиграть нет а здесь вот как-то какая-то ситуация такая неординарная но я не знаю например вы сидите в аэропорту и купили билет в одно место не знаю какой-то город куда вы хотели поехать а потом что-то вам так неожиданно ёкнуло и вы думаете нет а пойду-ка я его сменю и поеду лучше вот в этот город и вот это вот кажется какой-то нелепостью какой-то глупостью и вы сами от себя как будто бы не ожидали но вы услышали вот этот внутренний порыв голос и вы это сделали в это сделали и там то что там дальше будет происходить оно будет вот какой что-то такое иррациональное непонятно непредсказуемо необъяснимо но вот она куда-то вас выведет на путь то есть здесь вот этот вот разворот в новое он будет не совсем традиционный что ли если так можно сказать знаете вот иногда читаешь литературу книги да либо там какие-нибудь романы вот как происходит через какую-то нелепость до происходит знакомство с человеком и дальше это человек входит вашу жизнь там и становится очень важным значимым я не имею ввиду только любовный формат а может быть он станет там партнером вашей жизни то есть вот как-то я знаю например в поезде сидите никогда не разговаривали со своими попутчиками вот а тут как-то вот неизвестному человеку открыли свои души что-то рассказали оказалось тому этого человека есть знакомый который вам как-то может помочь в бизнесе либо что-то вот что-то здесь такое что что вы ранее не делали но здесь вы не можете об этом подумать вы не можете быть ну предсказать это это должно случиться внезапно а что от вас требуется просто это сделать то есть в тот момент вы поймете о чем я говорю вы вспомните да или не там говорила что такое вот это скорее всего вот это да вот про это будет чем они вам помогает но хотя принципе мы сказали да что вот они вас разворачивают нечто новое давайте лучше спрошу в какое новое они вас разворачивают силы эти здесь очень серьезные силы пусть сказать серьезные вещи здесь вот как будто бы от вашей вот этой вот агонии на в которой вы находились в какой-то болезни здесь идет исцеление 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 из вашего прошлого куда вы погрузились прям полностью это эмоциональное что-то такое было вот аркан умеренности исцеление здесь идет в вас исцеляет исцеляет из того что вы где-то застряли застряли в своем вот этом вот прошлом поэтому восстановление какое-то некое вы как будто бы себя вспоминаете что ли где-то как-то потратили себя его заново сейчас вспоминаете здесь идет исцеление вот они вас направляют пока так троечки пишите свою обратную связь не забывайте кому интересны короткие расклады подписываться на мой второй канал кому это интересно ссылка есть под видео забыла сказать начали видимо сейчас говорю короткие расклады до там 10 минут это не значит там минутные воды у меня короткие это вот как 10 минутная а я с вами обращаюсь до следующего расклада всем отличной недели пока пока